Поселок Старый Крым, город Мариуполь. У нас небольшой, уютный поселок так называемых греков-переселенцев. Около пяти тысяч жителей у нас было в поселке. До города езды было 10-15 минут общественным транспортом. Это черта города. Я родилась и всю жизнь прожила в Мариуполе, проработала достаточно долго медицинским работником в своем родном поселке. Я проработала в нашей амбулатории 20 лет. Поэтому поселок меня знал, люди меня знали. В 2014 году, когда все это началось, безусловно, это был стресс, это был шок, это было непонимание, что происходит, где происходит. Мы 9 мая с мужем как раз приехали в город, потому что у папы моего день рождения было, и хотели ему сделать сюрприз, искать подарок. Первым делом, что мы увидели, когда мы въехали в город, это танки. Естественно, что человек делает, он сразу разворачивается и едет домой. Потому что это страшно, это ужасно увидеть в городе танки. Было кратковременное, да, вот все это. И как-то это все прошло, и наступило непонимание происходящего, но хотя бы была стабильность потом, да, вот когда уже освободили город Мариуполь. И в 2015 году я пришла на работу уже в нашу организацию «Врачи без границ», которая занималась оказанием помощи людям, которые пострадали в результате этих действий. Мы начинали работать в населенных пунктах, которые находились на линии разграничения. На тот момент не было вообще никаких распознавательных знаков. Как и в этот раз, когда к нам в поселок вошли танки, это было 27 февраля, у нас в поселке уже были танки. Вот 24-го у нас началась война, 27-го к нам в поселок вошли танки. На них вообще не было ничего. Мы даже не могли понять, кто, что, почему. Ни на военных не было ничего, никаких отличий, да, вот никаких флагов, ничего не было понятно. Чуть позже уже появились машины с вот этими вот пресловутыми «Зетами». Вот тогда мы уже поняли, что и кто это. У меня дом стоит на самой высокой точке в поселке. Вот у меня вот дом, а за домом поле. И первым делом, что я увидела, это приехал танк и встал возле моего дома. И вот он повернул дулом во двор, да, пытался спрятаться за дом, ну, чтобы, значит, если будет обстрел, чтобы спрятаться за домом, да. Я понимала, что мы оказались на линии огня. Ну, нам надо было немедленно покидать дом, потому что это очень опасно. А кто-то не был дома? Дома были я, муж, дочь, зять и внук. Люди ничего не объясняли, люди ничего не говорили, абсолютно они просто... Дуло было во дворе, мы собрали документы и вышли, и ушли из дома. Мы ушли из дома, потому что нужно было прятаться, потому что это было опасно. К соседу в подвал. Мы у соседа сидели в подвале достаточно долго. Мы просидели, все это, пока вот проходили обстрелы, мы находились в подвале. В подвале было очень холодно, потому что как раз были очень сильные морозы, до 15 градусов. Первым делом, что мужчины сделали, это оборудовали подвал. Мы поставили на пол деревянные щиты, потому что людей было много. Не только мы, это семья соседа, и еще соседи пришли, снесли туда подушки, одеяло, матрацы. Ну, потому что надо было каким-то образом сделать так, чтобы хотя бы можно было там сесть или лечь. Ну, что такое подвал, да, это достаточно маленькое пространство, и поэтому мы находились в подвале. Там периодически выбегали, чтобы там разогреть воду, да, там что-то приготовить, потому что люди, и маленький ребенок, и его кормить нужно было. Танк стоял возле нас, не один, а потом и второй подтянулся. Танки стояли достаточно долго, дом остался целым. Единственное, что полностью поломан забор. Были прилеты около дома в 5 и 7 метрах от дома, огромные воронки. Самое страшное было каждую ночь в 4 утра, это когда начинали летать самолеты. Ровно 4 часа было, начинали лететь самолеты и начинали бомбардировку. Вот, звук вот этого самолета и разрывающихся снарядов, ну, наверное, останется долго в памяти. Потому что, ну, ты понимаешь, что ты вообще не защищенный. Если прилетит в подвал, потому что от взрыва авиабомбы остаются такие воронки, которые... В начале вообще не выпускали никого. Мы не могли выйти ни из дома, мы не могли выйти ни из двора. Вот все находились строго дома. После этого это было, значит, около 10 дней, что мы вообще не могли передвигаться. Потом начались подворные обходы. Это, значит, такие были как отряды по 15-20 человек. Они приходили в дом и начинали проверять. Начинали проверять все комнаты, начинали проверять жителей, документы, почему, кто вы. Начинали мужчин раздевать, проверять их тела. Нет ли у них там татуировок или нет ли у них следов каких-то от там, я не знаю, чего. Значит, и после этого сказали, что вы можете выйти там вот к колодцу, ну, начинать передвижение по поселку, только чтобы на руке у вас была белая повязка. И вот надо было только вот таким образом, ты тогда можешь выйти со своего двора. Ну, опять же, если мы выходили и шли за водой на колодец, потому что, ну, воды ж нужно было, не было ж ни света, ни воды, ничего. Обстрелы продолжались, было достаточно опасно. Ну, тем не менее, была необходимость, и поэтому старались вот в промежутках между обстрелами добраться до колодца, набрать этой воды и принести домой. Как-то вот моя мама 36-го года, пережившая свое время голод, научила, что всегда дома должны быть запасы. С едой у нас проблем не было, у нас еда была, единственное, чего не было, это хлеба. И внук, единственное, что просил у меня, буханку хлеба дала, это надо было только видеть у него, сколько было радости, что ему хлебушку дали. Вот такая буханка. Ну, вот сковорода, я ручку убрала, там хлеб я замесила, все, и пошла, вот это испекла, спасибо, сосед впустил. Говорит, да, приходи, да, у меня есть там вот такая печка. Да, да, на дровах, растопили эту печку, поставили, вот хлеб испекла и принесла малышонку. Поэтому вот малышонок был с хлебом для него. Сейчас, находясь вот далеко уже от дома, они сейчас у меня в Германии, первым делом, что он ходит, это в булочную. Вот для него почему-то до сих пор осталось, что вот, что вот для него этот хлеб, вот, я не знаю, вот, кому не хватало, и вот по сегодняшний день он хочет этого хлеба. Вот эти вот травмы детства потом могут очень тяжело сказаться на дальнейшей жизни. Старались отвлекать, старались шутить, старались говорить, что дяди играют, старались. Ну, были у нас погибшие, к сожалению, и люди умирали в страшных муках от полученных травм. Были люди, которым мы не могли даже помочь. Люди начали ко мне постоянно обращаться за помощью, именно медицинской помощью. Это и давление, это и повышенный сахар, это и осколочные огнестрельные ранения. На тот момент, чем могла, я помогала. Даже когда я выходила из дому с целью оказания помощи, я брала сумку медицинскую, меня солдаты пропускали. Я приходила, я перевязывала раны, я оказывала помощь в полном объеме, в котором я могла оказать. Были моменты, где я была бессильна. Мужчина умер от огнестрельного, от осколочного ранения в область живота. Мы обращались к этим военным с целью, чтобы его вывезти. Ему нужна была хирургическая помощь. Они отказали. И мужчина в течение трех дней мучился, и потом он скончался, к сожалению. И жена его похоронила во дворе. Потому что на тот момент хоронили только во дворах, у себя в огородах. Никто никуда не мог вынести трупы, никто не мог никуда вывезти. Потом произошел огромный обстрел центра поселка. У нас люди пришли в школу. В школе был подвал в центре поселка, и решили там спрятаться. Не у всех же были дома подвалы. Там было очень большое количество людей. И на тот момент туда приехала техника российская, стояла. И начался обстрел этого здания. Попадание прямое было в школу. И очень большое количество людей погибло там, именно в период этого обстрела. На тот момент было вообще непонятно, кто это стреляет. Были моменты, когда они подбивали сами свои же танки. Потому что они даже не понимали, кто. Вот на одном конце стоит один танк, на другом конце стоит другой танк. И они начинают пальбу между собой. Они даже не понимали, что это только их техника. Что тут даже другой техники не было в этом поселке. Не было. У нас не было украинской техники. На тот момент не было. Они вошли, и они подбивали друг друга. Это было, да, это было 3 марта. Закапывали просто там вокруг школы. Там вот масса вот этих вот крестиков стоит. Даже есть люди, которые не понимали, кто там. Был момент, что вот женщину убила. Она лежала достаточно долго, недалеко от колодца. Потому что даже в период обстрела никто не мог подойти. Это же опасно достаточно. И потом уже, когда немного утряслось, убрали тело. Очень тяжело было больным, которые онкологические больные. Они были и остаются в поселке. Это люди, которые практически нуждались в постоянной медицинской помощи. Они нуждались в обезболивающих препаратах. А их просто не было. И очень тяжело смотреть человеку в глаза и пытаться ему помочь, не имея под руками тех лекарственных препаратов, которые им были необходимы. Ходила, пыталась хотя бы что-то, какие-то там ампулы находила, что у кого по поселку. У меня был перевязочный материал. Ну, то, что в каждом доме практически всегда хранится. Вот он практически весь был использован, потому что у меня ничего не осталось. По лекарственным препаратам были незначительные запасы. Опять же, тех же спазмолитиков, каких-то обезболиваний. Ну, такого глобального я дома же не держала, потому что уже не работала в поликлинике. Людям с сахарным диабетом, которые обращались, не было у них возможности принять таблетки от сахара. Сахар начинал подниматься. Глюкометр был, я контролировала уровень сахара. Рассказывала, опять же, насколько правильно на тот момент было, что нужно корректировать питание. Потому что, к сожалению, уровень сахара зависит от того, что человек ест. Объясняла, что старайтесь больше двигаться. Путем того, что делаешь физические нагрузки, сахар падает. Я говорила, делайте приседания, машите руками, ходите по своей комнате. Хотя бы таким образом понижайте уровень глюкозы в крови. Детки – это вообще самая болезненная такая тема, когда детки начинают болеть. Опять же, находясь в подвалах, дети начали простывать. Это температура у деток. У меня маленький внук был. Были запасы дома жаропонижающих каких-то сиропов. Старались делиться тем, чем могли. Очень часто начали они обращаться с болью в ушках, потому что, соответственно, переохлаждение. Была еще у нас медсестра, девочка, которая работала в травматологическом отделении операционной сестрой. И мы вместе с ней бегали на перевязки после ампутации. Ног у нас была женщина, был мужчина после ампутации руки. Им ампутировали конечности и сразу же отправляли домой. А конечности, опять же, в силу травм полученных. Это у нас единственная больница, которая продолжала работать. Это наша областная больница была на территории города Мариуполя. И даже в период всех этих действий она не закрылась. Там было большое количество людей, которые пришли туда в подвалах, точно так находились и прятались. Там же в этом подвале была тетя и дядя моего мужа. Мы потом за ними туда выбрались и привезли их к себе домой. И они сейчас находятся у меня, потому что их квартира полностью сгорела. И они остались без жилья. Это два достаточно зрелых человека. И мой дом так был расположен, что я видела хорошо. Вот он за всталь, как на ладошке. Падает вот эта бомба, летит самолет, падает бомба. И потом вот такой огромный-огромный шар огня. Прямо такой он огромный. Я не знаю, какие это бомбы. Потом мы уже прочитали, что это какие-то фосфорные бомбы. Что-то там бросали. Это настолько. Вот смотришь и думаешь, боже, господи. Там все горит, все полыхает. Как же там люди продолжают там оставаться. На самом деле, выехать из Мариуполя не так легко было. Потому что, к сожалению, свободного передвижения не разрешалось. Когда первый раз мы выехали в город, мы приехали туда. На каждом блокпосту раздевали мужчин. Я ездила с мужем и с зятем. Это еще было очень холодно. Это был мороз. И вот это было 7 или 8 блокпостов ехать 10 минут. А нас бесконечно останавливали, бесконечно раздевали мужчин. Мы приехали, нашли родственников и вернулись домой. И я сказала, что рисковать опять выезжать туда, как-то это глупо. Потому что на последнем блокпосту солдат, который стоял, он был далеко не трезвым в состоянии. И он задавал очень глупые вопросы, на которые нормальный, реальный человек. Не может даже понять, почему тебя спрашивают. Зачем вы выехали? Куда вы едете? Пытаешься объяснить. Он задает этот же вопрос. И так 10 раз подряд. На момент выезда, до 12 мая, я пыталась выехать всеми возможными средствами. Я 7 раз приезжала на Порт-Сити, как только по радио объявляли о том, что будут вот эти коридоры. Мы приезжали. Люди со всего города приходили. Очень большое количество людей приходило. Люди хотели выехать. Именно в сторону Украины. Речь шла именно о выезде в сторону Украины. Были дни, когда нас не трогали. Вот вообще делали вид. Все солдаты, тут рядом блокпост. Они делали вид, что нас они вообще не замечают. Другой день были моменты, что они приезжали, привозили автобусы, отделяли мужчин от женщин, грузили мужчин в автобусы и увозили. Куда они увозили, никто не мог понять. Да, какую цель вывоза, нам никто не объяснял. Я не видела. Это грубость, это хамство, это нецензурная лексика. Я семь раз пыталась вот таким образом выехать. Потом я поняла, что это без вариантов. К сожалению, ни разу не выпустили. Ни разу. Вот от Порт-Сити, вот я семь раз пыталась выехать, это зрелище, которое, наверное, останется навсегда в памяти. Это маленькие дети, это люди на инвалидных колясках, это такое количество людей, которые сидят и пытаются это сделать. И тут же стоят автобусы с надписью «Ростов, пожалуйста», то бишь в сторону Российской России, но никто туда не садится. А потом появились следующие этапы, что ты не можешь вообще выехать, пока ты не пройдешь фильтрацию. Опять же, тебя на первом же блокпосту останавливают фильтрация, да, а для того, чтобы передвигаться, необходима вот эта фильтрация. И мы вынуждены были потом искать возможности поехать и пройти эту фильтрацию для того, чтобы хотя бы иметь возможность выехать. Я пыталась найти все способы, где можно ее было пройти. Нашли, прошли эту фильтрацию, унизительная процедура, где заполняешь эти анкеты, кто где работал, знаете ли вы там сотрудников ВСУ, соседей, ну, все-все-все-все-все. Потом откатывают все твои пальцы, ладошки, тебя фотографируют, рыскают, лазают в твоем телефоне, потому что ищут какую-то информацию. Да, вот это вот и есть вот эта пресловутая фильтрация. Это просто вот такая бумажечка. И что там, старый, большая? Да, это написано, где проходишь, что я прошла дакталоскопию, дату и моя фамилия. Все это я сделала только для того, чтобы я могла выехать, потому что я понимала, что мне это необходимо. Я проходила фильтрацию в Старобешево. Да, мы собрались большой колонной жителей поселка и поехали в Старобешево именно с целью проходения фильтрации. Мы просидели там в этой очереди достаточно долго. Был молодой парень, который приехал из Мариуполя тоже на фильтрацию. Они увидели у него на шее татуировку в виде герба Украины, трезубец. И они его сразу же забрали и отправили в подвал. Я просто удалила в телефоне все, что могла, почистила телефон и все. Ну и я женщина, как-то, может быть, это тоже сыграло свою роль. Они более как-то предвзято относятся к мужчинам. Я выезжала из поселка 12 мая. Это было уже в мае, после праздников майских. Начали открывать, значит, нашу амбулаторию. Собрали всех сотрудников, которые работали до этого, и они вышли на работу. Ну, первым делом, что они начали делать, это не убирать, потому что она была практически вся разнесена. Но оказание помощи, это все равно нечем. Как не было, так и нет. Начала приезжать такая аптечная машина, привозить лекарственные препараты. Да, но это же платно, а у людей просто нет денег. Ну, самое элементарное, если взять, например, НЛАприл. Он понижает артериальное давление, и это базовый препарат, который человек пьет постоянно. Если он там стоил, грубо, пусть до 60 гривен до военное время, то сейчас его привозили, это уже было около 400 гривен. Я приехала в город и посмотрела на людей. Открыли пункт, который начал выдавать гуманитарную помощь, это на базе магазина Метро. Значит, огромные очередя, огромные очередя. Люди стоят в этих очередях со всего города, надо прийти вот туда. Это был единственный пункт, где можно было получить эту гуманитарную. Люди теряют сознание, они падают в голодные обмороки, потому что люди, опять же, без воды, без еды, проведя такое количество дней в подвалах, в каком они будут состоянии? Естественно, они ослаблены. Первое, что пришло в мысль, которая в голове была, это от людей осталась тень. С глазами пустоты, ощущение безвыходности, это на самом деле очень страшно. Магазины, каким образом начинали работать, это частные люди, которые просто начали заниматься тем, что начали ездить, привозить хлеб, овощи. И в центре, на улице, потому что сами магазины были пострадавшие, ну, сами здания, да, они на улице там выставляли какие-то столы и начинали торговать просто на улице. Там у дочери была в городе квартира, рядом дом был. Там было прямое попадание, в подвале было на тот момент около 300 человек. Вот они все там и остались. И вот в процессе разбирания вот этого завала начали вынимать вот эти вот трупы. И сколько таких еще будет подвалов, никто не знает. Их очень много. Въезжаешь в город, которого нет. Сначала я выехала из Старого Крыма, добралась до Мангуша. С Мангуша я добралась до Бердянска. А с Бердянска я уже выезжала через Васильевку на Запорожье. Ты как долго? Да. Я пять дней просидела в Васильевке. Мы пять дней просидели в машине. Пятером, вот просто вот так сидя. И днем, и ночью. Это очень тяжело было, это очень сложно было. Когда мы приехали на Васильевку, там на тот момент эта заправка разбитая. Было уже около 130 машин или 140, мы приехали, заняли очередь. И вот пять дней никого не выпускали. Мы пять дней, около 200-250 машин там находилось. Это и дети, и старики, и люди всех возрастов. Мы просто-напросто жили пять дней на территории этой заправки. Я уже, когда приехала в Запорожье, я сразу уже связалась со своими сотрудниками. И меня уже в Запорожье забирали на машине, именно врачей без границ. Я уже приехала сюда, меня ждали. Но я ехала сюда с легким сердцем. Я знала, что меня ждут люди. Это работа, которую я знаю, которой я занималась. Мобильные клиники мы проработали достаточно долго, находясь в Мариуполе. Мы помогаем людям. Мы оказываем и первую психологическую помощь. Мы помогаем и медицинской помощью. Человек, оказавшийся в такой ситуации, ему необходимо сочувствие, ему необходимо понимание. А сейчас, оказавшись и сама в этом же состоянии, я точно так, как и они, лишилась своего дома. Я понимаю, насколько им тяжело и насколько им важно иметь возможность с кем-то пообщаться. Но мы пока помогаем людям тем, что мы выдаем эти лекарственные препараты. Люди не прекращают приемы. У людей не было возможности ни приобрести, ни было. Дома закончились запасы. И, соответственно, люди начинали страдать тем, что есть у нас врач, есть медицинская сестра, есть психолог, который оказывает помощь. И медико-санитарный просветитель. Врач ведет прием, назначает лекарственные препараты. Я выдаю эти лекарственные препараты. Я измеряю векториальное давление, уровень глюкозы в крови. Объясняю правильность приема. Помимо рецепта на каждой коробочке мы еще пишем, как принимать. Для того, чтобы у человека была и бумажная подсказочка, и чтобы он мог взять таблеточку и понимать, как ее правильно принимать и когда принимать. Ну, покидая дом, ты всегда очень переживаешь и нервничаешь. Но на тот момент, когда я уезжала, я нервничала только из-за того, что там остается мой муж и моя свекровь. Его вот тетя с дядей у нас в доме. Флаги ДНРа висят. ДНРа и России висят. Больше 30 лет у меня медицинского стажа. Я всегда говорила и буду говорить, что самое ценное в этой жизни – это человеческая жизнь. А с такой легкостью взять и уничтожить людей – это очень страшно на самом деле. То количество людей, которые погибло в Мариуполе, никто не знает до конца. И, наверное, никто и не узнает. Потому что по сегодняшний день, когда начинают разбирать завалы и там находят в подвалах этих людей, которые погибли. Я очень любила город Мариуполь. Я очень любила гулять по парку. Я очень любила ходить по нашим аллеям. Был очень красивый город. Он был зеленый, он был красивый. Сейчас его просто нет. И после того, как я пережила в Мариуполе все ужасы войны, может быть, это и неправильно, но я не реагирую на тревогу, которая слышна на сирену. Потому что я понимаю, что меня ждут люди. И я должна идти и выполнять свою работу, оказывать помощь людям. Идем. Идем. Идем.